Когда мы слышим словосочетание «одна лошадиная сила», то нам кажется, что это совсем немного. Но при виде обладателей этой силы мнение меняется на противоположное. Кроме безграничной трудоспособности у лошади есть еще один плюс. Это животное – настоящий врач. Давно доказано, что ипотерапия, то есть лечение болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми, помогает чувствовать себя намного лучше. Она приводит мышцы в порядок, приводит суставы в порядок. То есть главное – правильно этим пользоваться. Правильно сидеть на лошади, правильно управлять. Раскачка от катания на лошади заставляет работать те зоны мышц, которые в обычной жизни активно не задействуются. Ипотерапия помогает людям в реабилитации при неврологических расстройствах, таких как церебральный паралич, а также после перенесенных тяжелых травм, например, сотрясения мозга. Однако никому не будет лишним получить положительные эмоции от взаимодействия с хорошим рысаком. Чтобы почувствовать такую близость с лошадью, даже не обязательно на ней кататься. Просто поглаживать и понемножку кормить ее любимыми лакомствами будет достаточно. Да? Да, какой ты молодец. Лошадь может показаться неспокойной, но это лишь реакция на незнакомца. Животное не знает, с какими намерениями пришел человек, но небольшой гостиниц поможет разрядить обстановку. Этот конь уже немного подружился со мной. Однако охотнее всего лошади взаимодействуют с детьми. Дети, они по природе очень добрые, понимаете? То есть, когда видят лошадь, у них совершенно другие эмоции. Взрослые что? Взрослые, у нас же свои страхи внутри. Мы там, ой-ой-ой, лошадь и так далее, и так далее. А дети, они сразу идут с любовью, с душой, и животное это чувствует совершенно по-другому. У них контакт очень быстрый. Очень быстрый контакт между детьми и лошадью. Общение с лошадью даже без катания верхом оказало на нашу съемочную группу невероятный эффект. Настроение стало значительно лучше и появилась легкость. А вернуться сюда осваивать навыки катания на лошадях Ярослав Лапин и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.